Девушки отдыхают 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 что Россия считает важным сохранить и расширить миссию Лиги Арабских государств в Сирии, что само по себе является фактором стабилизации обстановок. Ясно, что усилия по прекращению насилия со всех сторон и из всех источников должны сопровождаться завязыванием политического диалога между всеми сирийскими силами, как правительством, так и всеми группами оппозиции. В пользу этого тоже выступает Лиги Арабских государств. И сегодня мы получили подтверждение готовности президента Сирии к этой работе. В том числе, что у нас должно быть виноватым, чтобы создать миссии, и в данном случае у нас нет ни о чем, но ни о чем, это невозможно. В частности, президент подтвердил, что комиссия, которая создана для ведения национального диалога со всеми группами оппозиции, которую возглавляет вице-президент Сирии Фарук Шара, в полной мере имеет все необходимые полномочия для такого диалога и высказался за то, чтобы те, кто может повлиять на оппозиционные группы, которые пока не идут на диалог, оказали такое воздействие. Мы также напомнили нашим сирийским собеседникам. О том, что в прошлогоднем послании, который президент Дмитрий Медведев направил на имя президента Башара Асада, содержался, помимо прочего, призыв к тому, чтобы ускорять реформы политической системы, которые в Сирии давно назрели. И в частности, был призыв к тому, чтобы в дополнение к уже принятым законам поскорее состоялась конституционная реформа. Мы сказали на мунистерские союзные. Мы сказали на мунистерские союзные, в рессалете, которую было бы с демитрий Медведев, в имя с демитрий Медведев, в имя президент Республики Башара Асад, Президент Асад проинформировал нас сегодня, что в ближайшие дни он встречается с комиссией, которая готовила проект новой конституции. Работа эта завершена. И сразу после того, как проект конституции будет официально вручен президенту, будут объявлены сроки проведения референдума по этому важнейшему новому основному закону Сирии. Продолжение следует... И уже на основе этого нового основного основного закона Сирии будут подготовлены и проведены всеобщие выборы, в которых будут участвовать многие партии в соответствии с новым законом о партиях. И выборы будут проводиться на, как я сказал, на основе новой конституции, в которой уже нет каких-либо привилегий преимущества для партии БАС. Продолжение следует... В целом, по нашей оценке, эта поездка, которая была осуществлена по поручению президента Российской Федерации Дмитрия Медведеву, была своевременной и полезной. У нас есть все основания полагать, что привезенный нами сюда сигнал о необходимости более активно двигаться по всем направлениям был воспринят. Мы исходим из того, что усилия по разрешению сирийского кризиса должны быть продолжены. Российская сторона намерена этим активно заниматься, в том числе в продолжающейся работе с сирийской стороной, а также с соседями Сирии и Лигой Арабских государств. Безусловно, мы продолжим работать и с различными группами, которые пока под различными предлогами не соглашаются на участие в общенациональном диалоге, но исходим также из того, что с этими группами должны работать и те государства, которые имеют на них гораздо больше влияние, чем Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok. мы исходим из понятных и простых целей, недопустимости того, чтобы продолжали гибнуть мирные люди, от чьих брук это не исходило. Исходим из того, что региону нужен мир, Сирии нужен мир, и внешние силы должны работать именно на содействие диалогу, договоренности, примирению и избегать какого-либо вмешательства и подстрекательства. Исходим из того, что наиболее Субтитры создавал DimaTorzok